Я презентую в моем родном городе книгу, которую я считаю, может быть, самой важной из тех, которые я написал, и, безусловно, самой сложной. Книга посвящена человеку, который является одной из самых противоречивых фигур нашей истории. И именно отсюда и получается вся сложность. Сталин, человек, вокруг которого крутится огромное количество мифов, огромное количество правдивых историй, и все это так перемешалось, что одно отделить от другого очень сложно. Поэтому, когда я решил все-таки попытаться написать книгу о Сталине, то, честно говоря, немножечко волновался, потому что задача очень сложная, написано уже огромное количество книг, и хочется сказать так, чтобы это было ясно, чтобы это было понятно, и в то же время нельзя повторяться, потому что еще одна книга, повторяющая все то, что говорилось раньше, ну, наверное, действительно неинтересно и не нужна, вне зависимости от фамилии автора, который стоит на обложке. И я очень надеюсь, что мне действительно удалось рассказать о Сталине что-то новое, либо рассказать все то, что говорилось о нем раньше, но показав ту эпоху этого человека, его поступки, так, как не показывали до сих пор. И поэтому мне очень важно, что вы пришли, и я очень прошу вас, когда вы прочитаете книгу, я надеюсь, прислать мне ваши впечатления о ней, потому что для меня, как для автора, это действительно важно. Теперь несколько слов о том, каким образом составлена книга, и какие эпизоды входили в нее, то есть немножечко, что называется, взгляд изнутри. Я, на самом деле, давно хотел написать книгу о Сталине, и хронология написания книг у каждого писателя, она своя, но она обязательно вызвана какой-то идеей, которую автор хочет донести до читателя. И я давно собираюсь написать книгу о 22 июне. Мне, что называется, все понятно, все ясно, я понимаю, почему так или иначе развивались события, и когда я сел писать эту книгу, я столкнулся с тем, что если вот так вот сразу просто рассказать не очень приятную правду о 22 июне 41 года, то она не будет понятна без предварительного рассказа о Сталине. Вот только через фигуру Сталина, через понимание его личности, можно понять то, что случилось 22 июня. И поэтому, отложив в сторону книгу о начале войны, я сел писать книгу о Сталине. Идею формы книги подсказали мне вы, уважаемые читатели, за что я вам очень благодарен. И в итоге родилась книга, составленная исключительно на воспоминаниях очевидцев, на тех, кто работал со Сталином, тех, кто знал его лично, тех, кто воевал с ним в войну, тех, кто с ним занимался дипломатическими баталиями с нашими врагами и союзниками. Еще непонятно, с кем было сложнее. То есть книга, основанная на мемуарах, на воспоминаниях, и каждый факт, указанный в этой книге, он имеет источник. И, как обычно, я этот источник привожу для того, чтобы вы могли, собственно говоря, воспользоваться, проверить. И самое главное, после прочтения книги, начать дальнейшее изучение этой эпохи, этой личности, потому что тогда вы будете очень хорошо понимать нашу историю. Я уже получаю какие-то первые отклики на книгу, и действительно, люди, которые заинтересовались фигурой Сталина или интересовались до этого, они получили возможность увидеть целый перечень литературы, которую прочитать очень интересно и важно, потому что они видят, что интересные истории, интересные факты изложены именно в этой литературе. И таким образом, мне кажется, что я просто еще, помимо всего прочего, облегчаю вам поиск книг, достойных для прочтения. И если я вам в этом смысле помогаю, экономлю ваше время и силу, то, конечно, мне осознавать это очень приятно. Итак, книга, как я уже сказал, составлена исключительно на фактах, которые имели место в жизни. Там есть воспоминания маршалов, генералов, дипломатов, переводчиков, зарубежных деятелей всевозможного ранга. И точно так же есть воспоминания рядовых граждан России. Вот мне оказалось, это очень важно. Я попросил прислать истории семейные, воспоминания дедушек, бабушек, те истории, которые хранятся в семье, которые, может быть, были опубликованы, может быть, до сих пор никогда не звучали. И я начал получать большое количество таких писем. Ну, конечно, они были совершенно разные. Некоторые истории были... Вы знаете, моя бабушка очень любила Сталина, и когда он умер, она плакала. Ну, вот такие истории. Но я и за них тоже очень благодарен, потому что это все-таки слепо к той эпохе. В итоге часть истории вошла в книгу. И имена тех, кто прислал мне материалы, которые в итоге вошли в конечный вариант книги, представлены на четвертой странице книги. Поэтому, может быть, кто-то из присутствующих в зале найдет свою имя, фамилию там, среди моих соавторов, которым я очень-очень-очень признателен. Вот такая форма книги мне показалась наиболее оптимальной. Ну, а, собственно говоря, насколько она действительно интересна или оптимальна, можно будет только понять в итоге после вашей читательской оценки. Старт книги действительно очень хороший. Я, правда, не ожидал такого неинтереса к этой книге, не к моему творчеству вообще. И поэтому для меня это очень приятный сюрприз. Издательство тоже не ожидало. И поэтому тираж 20 тысяч, который вообще нестандартен в жанре общественно-политической литературы, там, 4, 5, максимум 7 тысяч, да, если это не человек, который постоянно, как, например, там, ведущий телепрограмм, висит в телеэфире, то тогда вот тираж примерно такой. Здесь же 20 тысяч был стартовый тираж, он неожиданно быстро не разошелся. Сейчас уже книга пошла в допечатку. Ну и, собственно говоря, итоги читательского интереса выражаются в нахождении моей книги во всех рейтингах, которые сейчас опубликуются на самых, так сказать, для меня приятных и почетных местах. Ну, в этом смысле, конечно, не только заслуга автора и издательства, в этом смысле большая заслуга и вас, уважаемые читатели, за что я вам очень сильно признателен. Одним словом, я не хотел бы сейчас очень долго рассказывать о самой книге, потому что, я надеюсь, вы найдете в себе силы с ней ознакомиться. И, если вы не возражаете, хотел бы перейти в формат вопросов-ответов. Так что, если есть вопросы, пожалуйста. Я вам микрофон. Да, но мы будем передавать микрофон. Однажды Дмитрий Медведев, будучи еще на посту президента, сделал такое заявление. Люди должны все знать о войне. Но, как говорится, кто бы спорил, забыл раскрыть, что он под этим понимает. Вся правда о войне. Что вы под этим понимаете? Спасибо вам за очень хороший вопрос. Я, насколько я понимаю, вы имеете в виду, конечно, Великую Отечественную войну. А не войну, как взаимодействие государства и народов между собой. Самый главный вопрос, который до сих пор не получил ответа, это вопрос о том, почему 22 июня события развивались так печально для Советского Союза и так замечательно для гитлеровской Германии. Я в этой книге не даю ответа на этот вопрос, потому что, как я уже сказал, это отдельная книга, достаточно с подробным рассказом. Но понимание того, что Сталин вел очень тонкую дипломатическую игру со всеми противоборствующими тогда силами, то есть и с Германией, и с Великобританией, и с Соединенными Штатами Америки, вот это важнейшее понимание я в виде даже нескольких глав постарался вложить в книгу «Сталин вспоминаю вместе». И уже на основе вот этого понимания мне будет легче разговаривать с моим читателем, когда я, Бог даст, все-таки напишу книгу о 22 июне. Поэтому самое главное понимание войны – это все-таки 22 июня. Чуть менее важное, чуть менее важное – это вообще понимание того, как мы смогли победить в этой войне. Потому что столь страшные поражения закончились все-таки триумфом русского оружия. И в этом смысле я решил ответить на этот вопрос прямо в первой главе. она рассказывает о том, как Сталин в кавычках «мешал воевать в Красной Армии». Потому что разговоры о том, что победили вопреки – это, конечно, вы понимаете, не выдерживает не то, что никакой критики, а является злонамеренными фальсификациями. Об этом я тоже достаточно много пишу в книге. Заметить эти фальсификации достаточно просто. Можно себе представить, что все хорошее, нам говорят, произошло либо вопреки Сталину, либо само собой. То есть народ вопреки Сталину победил, мужество воинов, значит, вопреки воле Верховного Владимиром командующего привело к победе и так далее, и так далее, и так далее. Всегда хочется задать вопрос. А почему Германия вопреки Гитлеру не победила? Почему тот же самый русский народ вопреки Николаю II не выиграл Первую мировую войну? А вот потому что все-таки роль руководителя страны, роль тех, кто руководит и государством, и армией сбрасывать со счетов невозможно. Недаром говорили, что когда Наполеон стоит во главе армии, можно ее численность умножать на два. Потому что сам его полководческий гений такой, что придает и удваивает силы армии. Точно так же очень важно разобраться в деятельности Сталина во время войны. Это, пожалуй, наверное, самый важный период его жизни, который составил самым важным периодом жизни нашей страны. Потому что если бы мы проиграли, не было бы страны, не было бы народа, не было бы, конечно, и физически Иосифа Виссарионовича Сталина. Хотя Адольф Гитлер говорил, что он вообще испытывал очень большое уважение к Сталину, и он физически его вроде как бы не собирался уничтожать. Он сказал, что если Сталин попадет живой в руки немецкой армии, то я его, условно говоря, поселил в каком-то замке под охраной, чтобы он оттуда никогда не выходил. Но вот он там будет находиться. Поэтому поражение означало смерть всего. Смерть всего, что дорого нам, да и самого нашего народа. И самое главное, что мы в этой войне победили. Поэтому давайте все-таки отбросим в сторону исторический миф и разберемся, как удалось Советскому Союзу победить и какова роль главы страны в этой самой победе. Здравствуйте. Немножко вопрос по другой вашей книге. Кто или что мешает нам сейчас национализировать Центробанк, чтобы самим печатать деньги? Ну, собственно говоря, я бы даже не сказал, что это вопрос по другой книге, хотя, конечно, вы затронули тематику книги национализации рубля «Путь свободе России». Но, как ни странно, она перекликается с темой Сталина напрямую. Почему? Потому что именно Сталин создал не только мощную сверхдержаву, атомную бомбу, и тем самым в некоторой степени прогарантировал отсутствие военной угрозы Советскому Союзу. Сталин создал золотой рубль. В начале 50-х годов, в противовес американскому золотому доллару, который явился следствием построения Братангутской системы, Сталин сделал золотой рубль. И начала выстраиваться альтернативная экономика, основанная на золотом рубле, основанная на других принципах, нежели экономика вот этой печатной машинки, которая создает деньги из воздуха. И именно этот поступок Сталина, я в этом абсолютно убежден, привел к невероятному ожесточению попыток его убить, что и закончилось его отравлением. То есть Сталина убили не потому, что он спутал планы Гитлера, или спутал планы на Великобритании, уничтожить Россию в ходе Второй мировой войны. Это, конечно, был удар по нашим, в кавычках, союзникам, но тот, который они могли пережить. А вот Сталин покусился на основу основ, на святая святых для них. Он покусился на печатную машинку, которую тщательно берегут и выстраивают в течение нескольких столетий мировые банкиры. Вот здесь и началась просто вот самая яростная атака на Сталина, которая закончилась его отравлением. Теперь, если переходить в нашу сегодняшнюю, действительно, что нам мешает национализировать Центральный банк? А для тех, кто не знает, скажу, что Центральный банк абсолютно независимое от страны учреждение. Кстати, проверить это очень просто. Если вы когда-нибудь видели российский рубль в железном, так сказать, металлическом варианте или в бумажном, вы, наверное, обращали внимание, а может быть и нет, что герб Банка России совсем, мягко говоря, не соответствует гербу Российской Федерации. Там изображен герб Временного правительства, между прочим. Такая вот некая пародия на орла, крылья опущены, короны отсутствуют. Очень некрасивый. Ну, просто посмотрите, может быть, не обращали на это внимания. Здесь интересны несколько вещей. Во-первых, чьими наследниками себя считают нынешние руководители Центрального банка, то есть Временного правительства. Это те самые предатели, которые после февраля начали активное разрушение русской армии, а через это и всей русской государственности. Это первое. И второе. Согласно законам России, негосударственные структуры не имеют права использовать государственную символику. Вот вам ответ на вопрос, почему там некий стилизованный орел, а не государственный герб, который утвержден в качестве государственного герба нашей страны. Не дают нам национализировать эту структуру. Кто? Кто? Ну, мы же независимая страна, то есть Госдума наша же может остаться в закон. Во-первых, я вас прошу меня не перебивать. Я ваш вопрос понял, и я на него отвечу. Значит, что касается Государственной Думы и всех остальных государственных учреждений, Россия на сегодняшний момент не полностью суверенная страна. Мы в сторону суверенитета, начиная с 2000 года, движемся, но называться стопроцентно суверенной страной мы, конечно же, не можем. Сравните суверенитет Советского Союза, сравните суверенитет Российской Федерации. Почувствуйте разницу. Чтобы нам было менее обидно, скажу, что суверенных государств в этом мире я знаю всего два. Это Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Даже Китай не является полностью суверенной, потому что он включен в систему, где он работает, а другие потребляют. И, как мы видим, что Китай не может проводить полностью независимой политики, равной, как и Россия. Суверенитет Китая, конечно, в большей степени есть, но он точно так же не 100%. Значит, что касается национализации рубля, то в рамках рабочей группы, которая была создана в Госдуме после круглого стола о суверенитете России, в которую вхожу я, мои коллеги по профсоюзу граждан России, целый ряд экономистов, в том числе депутат Государственной Думы Евгений Федоров подготовила законопроект о Центральном банке, где Центральный банк лишается независимости, насколько можно его лишить независимости без изменения Конституции. Этот закон внесен в Государственную Думу. И в ближайшее время мы начнем кампанию привлечения общественного внимания к этому вопросу, чтобы не удалось его замотать, и чтобы этот закон был обязательно рассмотрен в Государственной Думе. И вот когда начнет голосование, вот тогда мы с вами увидим степень суверенитета различных партий и степень суверенитета Государственной Думы. Закон этот ключевой. Без взятия под контроль эмиссии невозможно развивать страну. Я просто, уж простите за длинный ответ на этот вопрос, еще позволю себе несколько слов, чтобы было понятно, о чем идет речь. На сегодняшний момент Центральный банк является единственным эмитентом, то есть создателем рубля. Равно как Банк Украины является создателем гривны, а Банк Мексики является создателем мексиканского ПЕСа. И все эти структуры независимы от своих государств. То есть государство само не может создавать деньги. В Соединенных Штатах Америки Федеральная резервная система, которая точно так же отделена от государства, имеет право кредитовать свое государство, то есть Федеральная резервная система создает деньги и дает их в долг под проценты стране. И вот количество данных в долг денег выражается в размере государственного долга США, который сейчас уже за 16 триллионов перевалил. В законах России, Украины, других государств есть прямой запрет на кредитование страны своим центральным банком. То есть страна не может печатать деньги, не может их создавать. Единственный способ получить свежие рубли в нашу экономику это продать что-то за доллары или евро на мировом рынке, положить евро и доллары в золотовалютные резервы и ровно в соотношении курса полученной значит валютной выручки центральный банк выкупит эти доллары и евро на бирже выпустит рубли в экономику. То есть мы хотим развивать экономику но мы не можем ее развивать. Мы хотим построить завод. У нас нет денег. Если Соединенным Штатам нужны деньги они просто создали взяли в долг у ФРС. Россия не может сама финансировать какие-либо проекты. Вот это и есть такая колониальная зависимость которой сегодня находится весь мир подчеркиваю не только Россия. Поэтому это ключевая проблема без решения которой двигаться в развитии страны очень сложно. Еще раз приношу прощение за долгий ответ постараюсь дальше отвечать короче. Доктор любезный от многих людей я слышала коллективное мнение причем многие из них выпускники технических вузов весьма успешные люди красные дипломники что Сталин это единственное светлое пятно 20 века. Прокомментируйте пожалуйста. Вы знаете свою точку зрения на фигуру Иосифа Виссареновича я постарался как писатель конечно же вложить в книгу и изучая это время остаться беспристрастным сложно хотя я старался. Могу сказать одно что чем больше изучаешь документы и историю той поры тем большим уважением переполняешься к Сталину. И вообще мне кажется что разговоры о том что Сталин такой сякой они идут вот от двух причин. Первая причина просто плохое знание истории и большая засоренность головы мифами и второе сознательное очернение этой фигуры и категорическое нежелание узнать историческую правду. А можно ли считать его утопистом? Я прошу вас через микрофон задавать вопросы. Возьмите микрофон пожалуйста. Можно ли Сталина считать утопистом? Ведь он хотел построить социализм в отдельно взятой стране. И в общем-то вот из книги Рыбаса как-то я почувствовал что он не находил поддержки и постепенно ожесточался. Может быть и в этом причина некоторых издержек которые сопровождали его деятельность. Вы знаете как можно назвать утопистом человека который выиграл Вторую мировую войну? Как можно назвать утопистом человека который создал атомную бомбу и который сделал то что не удалось ни одному царю до сих пор. Российские русские танки находились в Берлине и все восточноевропейские государства стали союзниками России что никогда в истории России не было. Давайте вспомним что русская армия иногда очень далеко удалялась в Европу отгоняя супостаты от наших границ как в 1812 году когда мы не только прогнали армию Наполеона из наших границ но и в 1813 году начался зарубежный поход русской армии который закончился полным уничтожением империи Наполеона и императорской Франции но выгоду от этого Россия не получила практически никакой дипломатические таланты Александра Первого свелись всего лишь к тому что мы получили в качестве приобретения герцогсово-варшавское вместе с Варшавой которое потом нам крови попортило очень много все больше ничего ни одна из держав Европы не стала союзницей России после этого у нас не было некого санитарного кордона на том направлении откуда все время приходила в Россию агрессия этого не случилось это получилось только при Сталине если бы не предатель Горбачев который сознательно распустил варшавский договор то есть